Спускаюсь на первый, на последний этаж, здесь осталось нам посмотреть еще две экспозиции, но на самом деле их намного больше просто, они еще и пока что не подготовлены для того, чтобы принимать гости. Мы с вами подходим к дверям компьютерного класса, который называется Клуб юных космонавтов. Будем открывать, будем заходить. Мы находимся с вами в таком зале, в компьютерном, где можно виртуально научиться управлять космическим кораблем, побродить по нему и очень интересно, здесь есть капсула, то есть интерактивный физический аналог транспортного космического корабля, который называется ССС-ТМА, он очень компактный и рассчитан сразу даже на трех человек. Вот, кстати, там уже находится даже компакт, и вы сможете посмотреть, насколько это действительно компактно все. Восстание Клуб юных космической корабля. Самая сложная операция это непосредственно приспековаться и отспековаться в ручном режиме. Это самая сложная операция. Всего в центрах России два. Первый, где космонавты два года, который на этом оборудовании, и второй у нас в Кирове. Поэтому очень прошу, мы еще практически не открылись. Все открытие у нас будет с декабря месяца, настоящая подготовка. Что здесь в центре находится? Значит, в центре находятся вот три таких космических корабля. Союз ТМА. Три рабочих места. Виртуально. Первое, второе и третье. Физический аналог этого же космического корабля. Вот здесь. То есть это спускаемая капсула. Вот здесь. Тоже три рабочих места. По центру находится командир. Справа борт инженер. Слева космонавты следы. Значит, на каждом рабочем месте удобней всего изучать космический корабль вот здесь. А потом уже изучив, заглянуть туда, сфотографироваться. Продолжение следует. Продолжение следует. И у нас остался для посещения зал, который называется зал с астрофизическими приборами, заходим в него, а вот этот робот должен разговаривать в конце, да, включать на вопросы. Что-то можно здесь подергать, подвигать. Называется черная дыра или водная воронка. У этого товарища нужна небольшая малака, но примерно подключена. Крыто. Я думаю, небольшая, молодая. Сейчас вы слышите? Да, поедите, я пошла. Подхожу еще к одному прибору интересному. Сейчас здесь равноденствие включено. Смотрите, как все происходит, что тут пишется. Очень классно было бы не иметь каждое. Я вам всех культуре заболела. Там, солнце, стоя. Возьмем сюда, как девица. Экскурсия начинается? Давайте послушаем ее. Экскурсовод намного грамотнее. Слышим, чем я. ...священие, которое посвящено изучению астрофизических явлений, которые проходят как на Земле, так и в космосе. И здесь представлен ряд экспонатов, которые отражают часть этих явлений. Мы сейчас действуем по следующему плану. Мы с вами знакомимся по очереди с каждым экспонатом. После чего, я кратко о каждом экспонате рассказываю, после чего вы самостоятельно можете еще с ними где-то что-то поиграть, где-то что-то поделать, посмотреть, что больше заинтересовало, где-то сфотографироваться и так далее. Сейчас давайте мы с вами начнем. У меня вопрос к детям. Кто знает, как образуются радары на Луне? А то что вы? Ну, не обязательно. Любые тела, которые приземляются, тем более точнее падают, можно сказать, они не образуют радары. Любой экспонат образования Луны с радаром. То есть он достаточно просто и наглядно это демонстрирует. Давай попробуем нажать в мозг в стак. Соответственно, представим, это поверхность Луны. Соответственно, на нее упал метеорит. И образовался кратер. Таким образом, эти кратеры сохраняются все время. И никуда они, собственно, и не деваются. Данный экспонат называется экваториальная дуга. Что она отражает? Дело в том, что планеты, которые находятся в космосе, они не идеально круглые. Они сужаются к экватору. Данный экспонат это демонстрирует. Например, скажем, Сатурн. Он сужается к экватору 9,8%. То есть он практически плоский. А Земля всего лишь на 0,3%. То есть она практически идеально круглая. Вот данный экспонат. Можно покрутить. Смотрите, если это планета, то с экватором она будет сужаться к таким высотам. Экспонат это инвестирует. Генератор облаков. Генератор облаков. Генератор облаков. То есть тоже достаточно забавно. И с ним можно будет немножко после поиграть. Перед вами экспонат. Черная дыра или водная оборотка. Плюс-минус они работают одинаково. Как это проходит? Соответственно, мы расположим. Вот таким вот образом. Соответственно, водная оборотка и черная оборотка. Данный экспонат называется пропеллерный или реактивный. Значит, здесь представлен реактивный двигатель и пропеллерный. Мы здесь объясним, чем они отличаются и как они работают в условиях вакуума и все нормально. Как вы думаете, в какой двигатель не будет работать в условиях вакуума? Пропеллерный. Это очевидно. Сейчас мы это уже гели увидим. То есть здесь представлены уже от их работы. А реактивный будет работать в условиях вакуума? Будет. А в простых условиях реактивный будет работать? Будет. Будет. Сейчас мы это, собственно, наглядно идем по смене. Так, давайте сейчас нажмем на реактивный двигатель. Зажми его. Вот все. Видимо, работает все. Зажимай. Сейчас нажми... Так. Снова отбечка пошла. Нажимай пропеллерный. Будет ли он работать? Ну, давайте по концу. Да, дождем. Сейчас он немножко сообразит. Зажимай. Зажимай. Смотрите. Работает довольно слабо. То есть он кое-как поднимается. Сейчас эти тачки еще у нас заканчиваются. Он будет исчастливаться. Суть в чем. Здесь есть шарик. И ваша задача этот шарик прокрутить целиком вокруг своей системы. Здесь есть катушки. Перед входом в катушку, или же когда он будет возвращаться, перед выходом мы нажимаем на соответствующую кнопку, которая около этой катушки. Вот сейчас шарик находится около первой катушки. Я нажимаю. Он постепенно раскручивается. И перед выходом я его нажимаю. Аккуратно секунду нажимаю. А сейчас нужно нажать, когда он перед столом. Давай я его еще раз декать. Аккуратно интересный аппарат, который проверяет слаженность и работу в команде, а также, соответственно, ловкость всех присутствующих. Ну, вообще, в целом, очень интересный аппарат, где все. Я присела на какую-то планету, я не особо здесь разбираюсь. Поэтому не скажу больше. Ну, кстати, закончились большинства летние все экскурсии. И сейчас мы снова находимся в фоне. Здесь к нам навстречу должен быть говорящий робот. Но он пока что еще не будет работать в полной мере. Я так поняла, что он должен и с каждым ребенком, и с каждым посетителем он сейчас работает индивидуально. То есть, кто сюда приходит, он встречает, отвечает на какие-то вопросы и провожает его по всем этим точкам с одного места на другое. Мне кажется, это вообще что-то необычное, что-то такое достаточно совершенное, новенькое. И вот мы действительно любите даже со мной посмотреть на это все. Ну, надеюсь, вам тоже. Так что обязательно оставайтесь со мной до конца этого видео. Все, начинаем встречать робота. Он уже выезжает и сейчас едет сюда, к нам в корм. Робот говорит, что робот говорит. Дети его отруковали. И вот едет медленно. Да, это человек. Уже всем не попросили. Смотрите. Как я зовут? Что мне вам рассказать? Ты умеешь только приставить польку, танцевать? И говорит, здравствуйте. Привет, Космик. Как ваше дело? Мои дела хорошо, Космик. Хорошо, что ты меня узнал. Пожалуйста, ответьте на вопрос, да или нет. Нет, в шести программы выявили. Да, Космик. Дайте ваш номер. Что ты умеешь делать? Я много что умею, а могу еще больше. А ты танцевать умеешь, Космик? Я умею танцевать в космическую польку. Эх, давно не танцевала. Дети отошли, мы тоже хотим посмотреть эту польку. Дети? Ну, чего это самое? Вот. У вас один. Все. И все? Молодец. Как тебя зовут? Спасибо. Меня зовут Космик. 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 Что ты любишь делать? Я люблю электричество. Я им питаюсь. Где моя любимая ближайшая розетка? Очень далеко. На трубе даже... Где ты живешь? В коробке. В космическом центре. Он не стоит далеко. Где ты живешь? Совсем не так ты ставишь вопрос. Вот. Ну, все, мы дождались знакомства с роботом, которого зовут Космик. Он, кстати, тоже у всех интересуется, как его зовут. Интересуется даже номером телефона. Обещает при этом не звонить после 23 часов. И интересуется почтой, электронной почтой. И при этом, опять же, обещает не спамить. Но, наверное, где-то эта информация может храниться. И он, возможно, будет потом присылать какие-то сообщения на почту или в виде СМС какой-то новой информации, если будет что-то тут обновляться. Дальше. Мы посмотрели с вами 5 интересных залов, но здесь их намного больше. Тут практически нет каких-то пособных, подсобных помещений. И поэтому вот, я думаю, вам видно, насколько большой все-таки этот космический центр. И вы можете догадаться, что мы посетили малую часть. Поэтому я с нетерпением буду ждать открытия этого космического центра, который запланирован на декабрь. Ну, наконец, в ноябре, на начало декабря. Надеюсь, все получится. Надеюсь, его в этот срок откроем все-таки. И я тут еще раз побываю в ближайшее время. Если что-то будет, то я вам еще покажу. Ну, если я смогу попасть в какие-то новые залы при открытии этого космического центра, то я обязательно еще заснимусь. Ну, и очень рассчитываю, что этот ролик вам понравился. Ну, на этом мой рабочий день еще не подошел к концу. Сейчас все дети покушают и потом отправятся снова в библиотеку имени Герцена, где они уже были вчера. И там ждет их еще несколько круглых столов. И потом будет официальная торжественная церемония с награждением, с подведением итогов. Мы узнаем, кто из них завоевал почетное первое, второе, третье место. Но я думаю, что все дети в любом случае остались выигрыши от посещения вот этого очень уникального, классного мероприятия. Потому что даже мне оно понравилось. На самом деле, и вчера я вынесла у себя очень много интересной и полезной информации. Вот. И после всего этого еще, после награждения, будет для них небольшой сюрприз. Какая-то интересная заключительная часть, которую, я думаю, также вам засниму. Поэтому я еще не прощаюсь. И я надеюсь, что вам со мной интересно. Так что продолжайте смотреть данное видео дальше. И желаю еще раз вам приятного просмотра.